Добрый вечер, глядите у гэтым выпуску. В 2017 году объявлены у Беларуси годом навуки. У наступным годзе у Гомельской области плануется створыть амаль 7 тысяч новых рабочих местцов. У Гомелье включили усю святочную иллюминацию. И больше подробязно об гэтым и не только. У Беларуси 2017 года объявлены годом навуки. Отповедный указ подписал президент Александр Лукашенко. Основной метой гэта грошения з'является повышение роли навуки у выкананні задач социально-экономичного развития краины. Так само стоят задачи створения сприяльных умов для захавания и развития навукового потенциалу и формирования международного имиджа у Беларуси як краины с высоким узроўнем интеллектуального и человечного капиталу. У наступным годзі у Гомельской області плануется створыць амаль 7 тысяч новых рабочих местцов. Гэта прикладна на 50% больш, чем сёлята. В рашэнне гэтых задач будзе ажыцьоуляцца па некалькіх напрамках. Гэта реалізація новых инвестпраектаў, модернізація предприемстваў, а так само развіццё приватныя ініціатывы. Пакашчик створэння рабочых местцов будзе уваходзіць улік основных крытэрэў, па яких плануэцца оцэніваць работу органов выканавчай улады. А до речі, ў адповеднасті з новой редакциў закона об занятості насельництва некалькі змяніліся умовы предоставлені рабочых местцов. Усе подрабязнасті ў чарговай еканамічной давеццы. Так само ў выпуску. У Беларусі затверджаны новая тарифы на некоторые виды жылёва коммунальных паслуг на 2017 год. У приватнасті на теплаэнергію яны вырастуць на 17%. Настолькі ж на природны хаз у тепляльны пірыэт. А крамя таго глядачы доведаюцца, як можна танна і незвычайна падрихтаваць сваю кватэру да сустрэчы новага года. І на прыканцы праграмы цэны на продукты да святочнага стала. Глядзіце праграму сёння адразу пасля выпуску новінаў на телеканалі Беларусь 4 Гоміль. У Гомілі звершыўся обласны этап конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Сё літа на ім былу працтаўліна амаль у троя больш праектаў, чым ў минулым годзі. Прыгэты маутарыні каторых маюць ўсе пацтавы на трымання грантаў і празавых месцаў ў фіналі. Ганна Кавалёва працягне тэму. Навуковые инновации, ідэй па энергосберажыње, інформаційные технологіў – ўсягут 30 праектаў у 10 номінаціях. Больша сё літа мае соціяльну накераваносць, цікавыць дэні каторых ідэй потэнціяльны инвесторы праявілі ўжо пачас знаўства з выставы праектаў. Яшчы да іх презентациў – адзін з таких інновациў ў сферы регенератывныў медицины. Было приятно увидеть один из проектов, посвящённый медицинской тематике, выпускник нашего Гомельского медицинского университета. Считаю, что на сегодняшний день вот эта сфера, она у нас практически пустует. Для себя, для администрации технопарка мы уже давно поставили цель активизировать, что ли, эту работу по сотрудничеству. С такими талантливыми ребятами, которых мы сегодня увидели здесь, мы постараемся как-то предоставить им какие-то всевозможные механизмы поддержки, чтобы вот этот бизнес был упрощён. Экспертная комиссия оценивала новизну, идея экономичного обґрунтования и махчимость реализации у массовой вытворчасти. До гэта хажуры объехала Амалюсі в області, и Гомельщина стала передапошным кроком на шляху до финалу, який отбудзіцца у студене наступного года. Факты в том, что молодые люди стремятся что-то усовершенствовать, что-то придумать новое, что-то даже изобретать, поэтому за этим делом будущее. Представники улады, бизнес-осеродзе, студенты, молодые навуковцы у гэты дзень провели открытый диалог и проанализовали шляхи развития молодежного предпринимательства и инновации. До речи, некоторые из этих шляхов провели до великих вершинев. Проект «Сто идей для Беларуси» развивается, набирает уже более большой масштаб. Мы вышли на уровень конкурса СНГ, «Сто идей для СНГ» проходит. И сегодня, после утверждения программы социально-экономического развития, именно проект «Сто идей для Беларуси» реализует пять основных направлений. Цародых, прытягнение инвестиций, информатизация, экспорт, занятости и безумовно подтримка талиновитой молоди. Так, молодые беларусы за гады конкурсу поспели прытягнуть гранты «Сколкова», «Кука-Колы» и инших буйных сосветных компаний. Дякуючи их идеям, сегодня заявляются новые рабочие месяцы, а продукция, створенная на беларусской земле, идет на экспорт в Россию и Казахстан. Дарыч, все летние идеи гомельской молодые эксперты уже зараз бачить улику лепших проектов финального этапа. У Минск с Гомельской в области накируют шесть распроцовок. Гэта проекта у сферы био- и наноиндустрии, формации, медицинских технологий, будалництва и промысловости, социальной сферы, а так само экологии. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Во всех районах областного центра зазяла новогодними фарбами святочная иллюминация. Она будет радовать гомельчан и гостей Гомеля до 14-го студеня. Накольки изменился город напереда дни святкования Нового года, убачу наш корреспондент Дмитрий Котау. Подключать новогоднюю иллюминацию у Гомеля распочали у 17 годин вечера. В улице одразу заблесчали яркими святочными фарбами. Все навокал перетворилося у чаровную каску. Все летний размах саправды ураживая. Городские улады признаются, каждый раз пробуют сделать у пригоживания областного центра лучше, чем в минулом году. И сейчас с задачей справились навыдатно. Без сомнения, у таким пригожим и малявнишим город над Сожем я еще никто не видел. Хотел отметить улицу Кирова. Она преображена в этом году, как никогда. Там новые архитектурные формы, новые так называемые растяжки. Это фата. Кто называет фата, кто называет люстрами. Очень эффектно и очень нравится гомельчанам. Я хотел бы еще отметить, что и в районах каждый район для гомельчан, для жителей своих районов подготовили изюминки, которые до последнего момента они не раскрывали, чтобы приятно удивить людей. Одным из самых зачаровальных местов стал сквер «Имя Громыки». Гомельчане поспели покинуть становочие водки в социальных сетках про оригинальность его оформления. За роскошный может усяго за некольки хвилин наведать все самые знакомитые и сусветные помники архитектуры и сделать фото на память. У сквера разместились миниатюрные бигбен, эйфелевая и пизанская вежа, готель «Парус», московский Кремль. Не обошлись и безголовных славутостей у нашей краины, Брестской крепости и национальной библиотеки. В этом году необычно. Очень понравилось то, что разное, с разных стран. Здесь, например, российский Кремль, эйфелевая башня. Очень интересно посмотреть, сделать интересные фотографии. Я считаю, что хорошая идея в этом году. Очень понравилось. Специально ребенка привела сюда. Сама как ребенок чувствует себя безумно красиво, безумно волшебно. Несмотря на то, что до нового года еще почти неделя, даже больше, ощущается праздник. Ощущение волшебства есть. Выйти и прогуляться по вечернему городу Гомелю – зараз одно задовольнение. Одразу отшивается перед новогодней веселый настрой. И скрыться святочными фарбами иллюминация будет до 14-го студеня. Тому еще хапает часу, ка пабывать во всех районах города и отримать асалоду одновакольной пригожости. Гомельчане и гости областного центра по вартости оценили селетнее упригоживание города. Иллюминация – наближая свята. И дорыть усим только яркие и позитивные эмоции. Уся пригожость, якая находится побачь с нами, дозволяя быцам трапить указку и поверить у новогодние отсюда. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, Телерадио, компания «Гомель». Чаровництва под новогодней елкой. Больше 200 детей с обмежеванными махчымастями стали удельниками доброчинных ранешника, ики пройшел у Гомельским Державным Театры Лялек. Атмосфера новогодних отсюда пановала дякуючи инициативе Гомельской областной организации Белорусского товарыства «Червоного крыжа» и спонсорам. Перед новогодние дни час особливый и до Гачаканы. Особливо «Чаровництва» чекают дети с непростым лёсом. Алина Медведева выховывает двух приёмных детей. На новогоднее представление у Театры Лялек Жанжина пришла разом с сыном, как сустреться с такими ж семьями и отчуть наближение «Чароного Нового года». Эта ёлка – это такое преддверие Нового года. Мы ожидаем чудо, радости, веселья, какого-то такого хорошего настроения. Праздника ожидаем. Карагоды вокруг упрыгоженного лясного древа с устречой сказочными героями и персонажами из мультфильмов. Солодкие присмаки и захапляльный спектакль, як нововёркины имяніны. Идея активистов громадского объединения Белорусского товарыства «Червоного крыжа» подмасовать веру дятей Утсуда подрымливается державой и предприемствами-партнёрами. Мы стараемся постоянно охватить ребят, которые нуждаются в помощи, во внимании и приглашать на такие мероприятия. Хочется, чтобы ребёнок ушёл и унёс с собой настроение новогоднее, и, конечно же, сладкий подарок. В этом году спонсором нашей благотворительной ёлки стал театр «Кукол» бесплатно, благотворительно показывает спектакль для детей, и «Гомель-Автодор», которые приобрели сладкие подарки. Мы каждый год помогаем, выносим посильную для нас в трудное время помощь. Важнее всего, конечно, принести радость детям, ну, а материальным не будем распространяться. Запрошенным на свято у театра ляляк хлопчикам и дзяучинкам сумовать не было кали. Не менш яскравое новогоднее действо от региональных отделений белорусского товарыства «Червоного крыжа» чакает дятей-беженцев, які знайшли притулок у «Гомели». Ранешніх запланованы на 26-е Снежне у Градским центры социального обслуговування сямьей дятей. Наталья Игнатенко, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Наближение Нового года безумовно кожному паляпшая настрой. Усе мы знаходимся у чаканні подарунков и приемных ураженев. Сюрпрыз для своих навученцев подрихтовали у «Аутошколе» «Гомели АблАутотранса». Проведение святочных акций, промеркованных до дня Святого Валентина альбо Восьмого Саковика, у «Аутошколе» стало традицией. А вось подарунок до Нового года будучим водителям зрабили у першыню. Территорию аутодрома, де проходить практичная частка экзамену, упрыгожили новогодней символикой. Натхняли молодых людей перед початками спыта у Дед Мороз и Снягурка. Тым, кто проходил выпрабывання поспяхова, яны уручали подарунки. Дарыч и многим святочная атмосфера да помогла передолить хвалявання, однак яна не поуплывала на строгость инструкторов при проведении экзамену. Йон проходил по усіх правилах, як і у любых іншых день. Такие приятные моменты мы всегда стараемся подчеркивать, чтобы люди чаще улыбались, у них было прекрасное настроение, а с этим настроением, когда они идут на экзамен в ГАИ, у них гораздо все лучше получается. У Гомеле презентовали книги лауреата у літературной премии имя Кириллы Туровского за 2016 год. Церемония пройшла у областной библиотецы имя Ленина. За авторами, уладальниками премии, сустреліся наши корреспонденты. Премию имя Кириллы Туровского зацвердили три годы тому. За гэтый час ей отримали амаль 20 письменников. Дякуючи ёй, были открыты новые имёны талиновитых літератур. До гэтого невядомая читачу. Целіто уладальника у премии назвали подчас святковання Дня беларускага письменства. Пераможцы разом з дипломами отримали право выдать творы, які они представили для соискання премии. Зараз гэтые выдання уже можно знайсти у бойных библиотеках региона. Переконаны, що конкурс «Майя права на життё» безперечно. Ён підкресливає увагу сьогоднішній держави, улади, керівництва в області, да творців, які працюють на ниві літературы, які пропагандують усе лепше, що єсть у нашім житті, і по сутності ведуть за собою. Сьоліта пераможців визначили у нікольких номінаціях. Лепшим у публіцістіці признаний Олег Ананьеў, у поэзії – Михаїл Булцун. Лепшим аутром дітячих творів став Яуген Калашнікаў. А у номінації «Аткрыть цього года» премію отримала Алёна Асенчык, аутр зборника філософських вершів. Для мене очень важно, потому що це издання книги, це очень важно, може для кого-то це начало, і дальше он буде издаватися ще більше. Як і всі лауріаты гэта конкурса, я відчуваю радість, приємна, що праця творців заважається. Гэта натхняє чоловіка на нові творчі здабытки. Ганна Кавалёва, Олеся Рудзянкова, Максим Славін, телерадиокампания «Гомель». Католіки ўсяго свєту рыхтуюцца до святкаванні рашства Христова. Для гомельських вернікаў празнікалькіх адзін почнецца служба ў рымско-католіцкім прыходзі рашство прасвятой Дзевы Марии. Католіцкому рашству попереднічаў 4-х тыднёвый пост, які называецца «Адвент». Гэта час пакаяння і падрыхтокі даднаго з галонных свята ў хрысіянскага календарнага года. Сёння – апошній дзень, які попереднічае рашству і называецца «Ён Куття». Гэта дзень – асаблі вастрогага посту, падчас якога вернікі ўжываюць ў ежу, зварынае з мёдам зерня. Адна звы ритуальный стравы «Куття» паходзеці назва апошніга дня посту. Па традиція адвент заканчывацца сазявленням на небі першай зоркі, якая абвястіла ўсяму свету абнараджэнні Сына Божага. З гэтага момонту і пачынаецца святкавання рашства. Этат очынь бачой празнік, паэтаму всем жалаю Божого благославеня, штоб Господь благославил нашу жызнь, всі наші дзела, нашу заботу, учёбы, хто учыцца, нашу личну жыз, семейну жызь дал нам здоров'я, тож ад Господа Бога все зависіць. Вот это всього найлучшого я жалаю. Любви, согласія в семьях і Божого благославеня во всій нашій жызні. Выгляделі інформаційны выпуск Талі Радо о кампаніі Гоміль. У студы працавала Наталі Ігнатєнка. Я і мої калегі жыдаєм вам плённого вечара. До новых сустріч! Дякую! 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 Дякую!